Более двух с половиной тысяч старшеклассников, несколько десятков вузов, сотни, если не тысячи интересных профессий. Видно, прошла образовательная выставка «Поступи», где ученики восьмых-одиннадцатых классов могли пообщаться с представителями учебных заведений и задать все интересующие вопросы. Мероприятие уже четвертое по счету становится все солиднее. Он сегодня имеет масштаб уже регионального, в следующий раз мы сделаем еще его крупнее. Сегодня приехало уже 30 вузов. Если вы помните, мы начинали с 15, и для нас это уже было достижение. К нам еще приезжают не только ученики Ленинского района, сегодня ученики Домодедовского района приехали, с Раменского. Я знаю, что с Долгопрудного приехали сегодня ребята, для того, чтобы определиться со своим будущим. Восьмиклассница Доминика Муховатова впервые на подобной выставке. Как и многие ее сверстники, девушка пока не определилась с выбором, и глаза у нее разбежались. Столько интересных профессий. У меня очень много всего, кем я хочу быть, но конкретно я еще не определилась. Я хочу быть и спортсменом, и в космос полететь. В общем, очень много чего я бы хотела исполнить, но я понимаю, что нужно выбрать только что-то одно, чтобы в жизни этого добиться. Девушка сегодня с группой поддержки, с мамой. Помогать, направлять, советовать, но при этом ничего не навязывать. Ульяна Муховатова считает, что дочь сама должна определиться со своим будущим. Давление ни в коем случае, поэтому мы и ходим по этим всем мероприятиям, чтобы она самостоятельно выбрала. Но предложить, ну вот я, допустим, тоже отдельно от нее обхожу и смотрю, может быть она что-то упустит, что-то не увидит. И я ей покажу просто то, что я увидела. На форум приехали сотрудники лучших вузов страны. Доцент кафедры мировой экономики легендарного Плехановского университета рассказала, что в вузе постоянно открываются новые профили. Помимо сильного классического экономического образования, интерес у абитуриентов вызывает все, что связано с информатикой, экологией. Конкурс здесь в среднем 3-4 человека на место. Например, в прошлом году у нас сейчас первый курс обучаются по профилю глобальное устойчивое развитие. И две группы, которые были набраны, это очень востребованы, потому что запрос поступил со стороны бизнеса. У них ряд дисциплин предусматривает как раз таки то, что они учатся как самостоятельно открыть, как вести бизнес, как проводить переговоры. Также они учатся составлять контракты. Специалисты рассказали, что построить хорошую карьеру можно и в прикладных профессиях. Интерес к ним резко вырос в последние годы, особенно в период пандемии. Многие взрослые пошли же учиться, чтобы иметь возможность подработки. Вот здесь большую роль, конечно, играют наши колледжи, которые дают. Ты можешь профессию повара, парикмахера освоить. Но сварщика, конечно, учиться гораздо надо дольше. Но в любом случае мы все должны уметь работать руками. Следующий форум «Поступи» планируется сделать еще масштабнее. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.